Вера в предопределение согласно Ахляль-Альбейт. В чем отличие от суннитского взгляда? Еще один вопрос. Отличие шиитских убеждений относительно предопределения от суннитских убеждений относительно предопределения. Вера в предопределение, которое имеется в шиитском учении, в учении Ахляль-Альбейт, эта вера никак не противоречит свободе выбора человека. То есть шиитские имамы, наши имамы, непорочные имамы обучали нас тому, что несмотря на то, что есть предопределение, несмотря на то, что необходимо верить в предопределение, но при этом человек обладает свободой выбора. Например, в одном из преданий говорится что нету неполной свободы, нету так же, как и его полного отсутствия, а есть что-то серединное между ними. То есть нет такого, что человек полностью свободен, и нет такого человека, что человек лишён свободы выбора. Что-то между этими двумя. А что касается суннитского учения, то суннитская вера в предопределение исключает свободу выбора человека. Суннитская вера в предопределение утверждает о том, что человек лишён свободы выбора человека. И в связи с этим я приведу две цитаты от двух суннитских имамов, от важнейших суннитских имамов. Это Ахмад и Бин Хамбал, ибо если мы разделим весь суннитский мир, попытаемся поделить по убеждениям, то мы поделим их всего на две группы. Это те, кто следует за Ахмад и Бин Хамбалом, и те, кто следует за Бульхасаном Аль-Аш'ари. И те, и другие называют себя суннитами, несмотря на то, что исповедуют абсолютно разные взгляды. Но в данном вопросе у них взгляды похожи. И те, и другие исповедуют предопределение, которое исключает свободу выбора человека. Например, Ахмад и Бин Хамбал в своей книге «Ас-Сунна». Эта книга является сводом убеждений и взглядов Ахмада и Бин Хамбала. И вот что он в этой книге говорит «Инзана фабикадарин» если кто-то совершит прелюбодеяние, он говорит, то потому что так было предопределено. «Потому что так было предопределено». Если кто-то сворует, то потому что так было предопределено. Если кто-то выпьет вино, то потому что так было предопределено. Это предопределение, которое лишает человека свободы выбора. То есть он совершил предлебодеяние, потому что так предопределил Всевышний. Он выпил вино, потому что так предопределил Всевышний. А взгляды наших непорочных имамов отличаются от этого. Они говорят, да, предопределение есть, но это не исключает того, что ты сам по своему выбору совершаешь те или иные поступки, выбираешь те или иные поступки. И также цитата из книги Аль-Ибана, которая принадлежит Абул-Хасану Аль-Аш'ари. Здесь он говорит, «Ман заама анна либада яф'алуна ва юкаддируна, ман лам як юкаддирху». Тот, кто считает, что люди совершают то, что не было предопределено Аллахом, то он говорит, им мы отвечаем. Он говорит, то, что неверующий совершает неверие, это неверие является плохим или хорошим? Это неверие является разрушительным или нет? Он говорит, И они, естественно, ответят, что да, неверие — это нечто разрушительное. То есть неверующий совершает неверие, которое является разрушителем. И далее он спрашивает, Он говорит, как так произошло, почему это неверие является плохим? Ведь неверующий считает, что его неверие является чем-то хорошим, даже более того, является наилучшим путём и наилучшим деянием. Как же так получилось, что его неверие стало чем-то разрушительным и плохим? Как так получилось? Он же совершает действие и считает, что совершает действие, которое является чем-то положительным, чем-то созидательным. Почему же это действие, которое он считает, что является созидательным, является на самом деле разрушителем? И далее он рассуждает, согласно этому доводу, «Ва ин лам я джузалик», он говорит, следствие того, что это невозможно, невозможно то, чтобы он сам это совершал, невозможно то, чтобы это действие было совершено самим кафиром. Куфр самим кафиром, невозможно, чтобы это было так. Почему? Потому что действие может быть совершено только тем, кто понимает реальную суть этой вещи. То есть, если бы на самом деле этот кафир совершал бы куфр и ширк, то он понимал бы, что это за действие, реальную суть этого действия он должен был бы понимать. Если он не понимал бы, в чём суть, реальная суть этого действия, то он бы это действие не совершал бы. Почему? Потому что он же считает, что это что-то хорошее, а значит, он не понимает, что это за действие. Абульхасан аль-Ашари говорит, вследствие этого не он это действие совершает, потому что действие может совершать только тот, кто понимает, что это за действие, его реальную суть понимает. Вот что он говорит. Он говорит, что действие может быть совершено только тем, кто понимает реальную суть этого действия, которое он совершает. А так как неверующий не понимает, в чём реальная суть неверия, то, естественно, не он это действие совершает. Это действие неверия совершается Аллахом, а не неверующим. Точно так же, как если вы не знаете, что такое, допустим, прыгать, если вы не знаете, что такое водить автомобиль, если вы не знаете, например, что такое поднимать руку, то вы никогда это не совершите. То есть совершить то или иное действие вы можете только тогда, когда вы осведомлены, что есть такое действие. И поэтому он говорит, что непременно из этого исходит и следует из этого заключение о том, что именно Аллах предопределил неверие и создал неверие, создав его разрушительным и плохим, и предосудительным. То есть таким образом он из этого довода, таким образом размышляя, приводит довод и приходит к тому мнению и к той мысли о том, что ни один человек, ни одно творение не совершает своё действие. Всё совершается Аллахом. И всё это предопределено. Человек никакого выбора не имеет. Именно в этом разница между шиитским убеждением и суннидским убеждением.